Добрый день! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Ольга Даранова. Я хочу вам представить одну замечательную книгу писателя Николая Алексеевича Полотнянка. Она называется «Синбирские сказания». Пусть прошлое туманно и неблизко, Печаль о нем торжественно светла. На площадях и улицах Синбирска прислушайся, звонят колокола. Прислушайся, восходит звон из глуби, Что не удар, то отзовется год. И от волненья пересохнут губы, И память горькой скорбью обожжет. Вот этими строками, поэтическими строками, открывается эта замечательная книга. Писатели Николая Полотнянка очень хорошо знают не только в Ульяновской области, но и за пределами нашего региона. Лауреат областной литературной премии имени Гончарова, областной поэтической премии имени Николая Благова, обладатель почетного ордена Достоевского за вклад в развитие русской словесности. И эта книга, она на сегодняшний день завершает ту замечательную череду исторических романов, посвященных истории освоения и заселения нашего края. В течение более десяти лет он создавал эти уникальные произведения, причем четыре книги выпущены московским издательством Эксмо. И здесь мы тоже уходим в глубь веков, в ту седую древность, когда начиналось освоение Симбирского края, освоение дикого поля. И встречаемся и с государем Алексеем Михайловичем, и с Богданом Матвеевичем, хитрово, со многими другими историческими персонажами, и следим за теми историческими событиями, которые происходили тогда. И вот верно пишет доктор исторических наук Валерий Николаевич Кузнецов в предисловии к этой книге, что всему веришь от эпохи до последней мелочи. Все актуально, все дышит правдой. Вот этим отличается проза Николая Полотнянко, что не только хорошо проверены исторические факты, но и хорошо создано полотно эпохи, слово, слово, которое дышит правдой. А вы читали роман и Полотнянко? Делитесь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!